МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. В студии Динуруснак с обзором основных событий. В начале коротко о главных темах выпуска. Рост цен загоняет экономику в тень. Мы сперем к ауторитетам, фискалам, републикам Молдовы. Глава Нацбанка утверждает, что работодатели в условиях быстрой инфляции пытаются поддержать работников, выдавая им зарплаты или премии в конвертах и тем самым уклоняются от уплаты налогов. В порядке исключения. У нас есть человек, индивидуально. Мы хотим, чтобы у нас есть сумма более большая, 5 миллионов долларов. И после этого появляется человек, у нас есть человек, что у нас есть миллион долларов. Депутаты требуют гарантии, что видео из обменных пунктов, на котором будет запечатлено, как известные личности обменивают валюту, не станет достоянием общественности. Пристегнитесь, вас снимают. В Молдове установили 23 системы видеонаблюдения последнего поколения, которые замечают непристегнутых и говорящих во время управления автомобилем по телефону водителей. Блок коммунистов-социалистов не поддержит инициативу продления срока действия чрезвычайного положения, если премьер Наталья Гаврилица обратится в парламент с таким запросом. Об этом заявил исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча. Вице-председатель парламента Влад Батрынча напомнил, что Блок коммунистов-социалистов в феврале, когда началась война на Украине, поддержал введение чрезвычайного положения, чтобы позволить правительству принимать решения в срочном порядке. Однако, говорит он, власти использовали режим ЧП для одобрения законов, которые он называет антидемократическими. Но мы не поддержали статус для того, чтобы уничтожить наши жители, чтобы уничтожить чрезвычайные телевизиони, чтобы уничтожить чрезвычайные позиции, чтобы уничтожить, чтобы уничтожить прессы на общество или на оппоненты политики. Мы видели очень радикалы в парламенте. Депутат Влад Батрынча говорит, что с учетом всего вышесказанного, если Наталья Гаврилица придет в парламент с просьбой продлить срок действия чрезвычайного положения в Молдове, Блок коммунистов-социалистов эту инициативу не поддержит. И бывший президент страны Игорь Дадон считает, что правительство постарается использовать ситуацию с продлением чрезвычайного положения в стране, чтобы заблокировать любые инициативы, предложенные оппозицией. Тем временем Наталья Гаврилица заявляет, что правительство не злоупотребляло чрезвычайным положением, а процесс принятия решений осуществляется в соответствии с законными процедурами. Субтитры создавал Далья Гаврилица, Действия, которые приняты к gestиону, а консекинствам этой кризи и войны в Украине. И, в этом случае, я думаю, что четвертые могут быть, в этом случае, более уверены, потому что, по-другому, мы будем использовать этот инструмент для лоя решений rapid, по-другому, мы будем использовать этот инструмент для лоя решений в парламенте. Чрезвычайное положение было введено в Молдове 25 февраля на 60 дней в связи с началом войны на Украине. Беспрецедентный рост цен стимулирует все больше работодателей платить зарплату в конверте, утверждает глава Нацбанка Октавиан Армашу. По его словам, феномен теневой экономики напрямую отражается на росте уровня инфляции. Председатель Нацбанка Октавиан Армашу предупреждает, что в последнее время в Молдове набирает обороты новая волна теневой экономики. Он говорит, что к этому явлению привело повышение потребительских цен. Салари-лимплик, вин, се achиты де ангажatori, пенту а ле компенса ангажацилор фапту ка cresк претуриле, дар тотодата са эвит плата ла бюджет, шастфел, ацет феномен аре униппакт ши май 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 асупра инфлятии, дець стимулиаза ши май май мут инфлятия. В то же время, говорит Армашу, из-за резкого роста цен и социателору. Достаточно раз увидим ситуации кастрюльцев и воды binderят на которой се гнижат фаат у инфлятий минифы. То же время, социатно с Комисией Санцциаль perde страны, внесла им регулярные предусмотрения и предусмотрение и начинка По некоторым данным из-за теневой экономики госбюджет недополучает ежегодно до 15 миллиардов леев. Обязательство записывать на видео все финансовые операции в обменных кассах беспокоит некоторых депутатов ПДС. Парламентарии требуют гарантии того, что при обмене денег кадры с публичными личностями не появятся в общественном пространстве. Депутат ПДС Василий Градинару в ходе обсуждения в парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам выразил свою озабоченность по поводу закона проекта, представленного Национальным банком. Он обязывает обменные пункты снимать на видео процесс конвертации денег. Депутат говорит, что многие люди, в том числе публичные, хранят деньги не на банковских счетах. Глава отдела платежных систем НБМ, Виктор Шушу, ответил депутату, что честным людям бояться нечего. Тем более, что согласно национальному законодательству, госслужащие должны декларировать свои доходы. Глава единственные. Продолжение следует... Представитель Национального банка заявил, что необходимость видеозаписи процессов в обменных кассах возникла после сотен жалоб клиентов. Так, в нескольких обменниках игнорируют права граждан требовать отмены операции в течение 15 минут после ее проведения. Министр сельского хозяйства Виарил Герчу нашел причину цепного роста цен. Чиновник дал понять, что во всем виновата не столько увеличение цен на энергоресурсы, сколько необдуманные покупки граждан и паника, которой пользуются экономические агенты. В рамках телепередачи на одном из каналов, министр сельского хозяйства заявил, что рост цен начался еще прошлой осенью, когда повысила стоимость газа и удобрений. Однако, по словам чиновника, стоимость товаров и услуг могла быть не такой большой. Биненцелеск, то эти скумпири creаза и о паника в рамках консуматурилов. И, когда находятся покупатели нехипзуиды, или тема, что не будут происходить перавдов, то, если вы получите инсуфициенту или о лепсе temporарной продукции, которые создатся немежлочи и скумпири в ланс. Буна часть из тех, которые производят эти продукты агро-алиментарные, используются в этот момент и, нефииня даже нестат, они нестатки, они нестатки, на бунную часть из этих продуктов. Привет, Сурик. В 4 раза больше объем страховых премий в сельском хозяйстве. Все больше аграриев покупают страховки. В Нацфедерации фермеров говорят, что это происходит после шока позапрошлого года, когда многие потеряли урожай из-за засухи. Несмотря на то, что страховые взносы выросли, выплаты по страховкам снизились на 37%. Но в Нацкомиссии по финрынку утверждают, что это нормально. Резкий рост страхования в сельском хозяйстве констатировала Национальная комиссия по финансовому рынку. В 2020 году объем страховых премий составил 16 миллионов 800 тысяч леев, а в 2021 году уже 67,5 миллионов. Национальные комиссии по финансовому рынку отметили, что сельхозкультуры страхуют намного активнее, чем животных. В Национальной Федерации фермеров говорят, что такой рост объясняется тем, что аграрии не хотят повторения ситуации 2020 года, когда многие потеряли урожай. В 2021 году был предоставлен в 2020 году, когда они были очень сильными сельсиями. И, все же, по-другому, фермеры начинают conscientизировать, что это необходимо, чтобы осуществить культуры и аграрии. Когда происходят большие, когда были огромные культуры, В Национальной Комиссии по финансовому рынку говорят, что это нормальная ситуация. Многие из тех, кто был застрахован, не понес убытки. И страховым компаниям не пришлось им ничего возмещать. Федерации фермеров говорят, что не во всех регионах Молдовы в прошлом году были идеальные условия для хорошего урожая. Некоторые сельхозпроизводители понесли потери. Несмотря на то, что государство покрывает 70% расходов на страхование, а оставшиеся 30% фермеры могут оплатить в рассрочку, многие аграрии все равно не могут себе позволить эту услугу. Фермеры никогда не имеют бесплатные деньги в контуре. И, в первую очередь, думают, как собирают международные продукции, импуты, моторины, семенцы, ограничения, технические репарации. И, в общем, объемы страхования по стране сельское хозяйство составляет чуть больше 3%. Нацагентство регулирования в энергетике опубликовало стоимость горючего на завтра. Бензин опять дорожает. Литры 95-го будут продавать за 26,73. На два бана больше, чем сегодня. А вот дистопливо подешевеет на пять банов до 26,16. Напомню, его цена не так давно достигала 27,88, а бензина 27,72. И это при том, что еще в начале января солярка стоила 17 леев, а 95-й – 21. Социалисты объявляют, что бойкотируют заседание парламента, намеченное на завтра, и отправятся в Кагул, чтобы поддержать председателя района Марчелла Ченушу, помещенного под домашний арест. Об этом объявил вице-спикер, депутат по СРМ Влад Батрынча. Влад Батрынча отметил, что Марчелл Ченуша содержится под домашним арестом незаконно, а предъявленные ему обвинения не могут быть подтверждены доказательствами. 14 апреля Кагульский апелляционный суд рассмотрит апелляцию адвокатов Ченуша относительно его освобождения из-под стражи и восстановления в должности. Вице-председатель парламента утверждает, что депутаты-социалисты завтра вместе с местными жителями будут присутствовать на протесте, который состоится в Кагуле, чтобы потребовать освобождения Ченуша. Напомним, 4 апреля по делу о коррупции и злоупотреблении служебным положением были задержаны председатель Кагульского района Марчелл Ченуша и еще 8 человек, в том числе работники районного совета, примары одного из населенных пунктов и хозяйствующие субъекты. Их подозревают в нанесении ущерба районному бюджету на сумму более 1 миллиона леев в результате мошенничества при проведении тендеров. Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батренча заявил, что это политическое дело, возбужденное по указанию действующей власти. Батренча объяснил, что Марчелла Ченуша преследует из-за того, что он позволил себе критиковать правительство за плохое управление кризисом с беженцами. Особое положение в здравоохранении могут отменить. Об этом заявила министр Алла Немеренко. Окончательное решение примут послезавтра на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. Между тем, вчера в Молдове выявили 155 новых случаев ковида. Среди них 14 медработников и трое беженцев. По данным Минздрава, госпитализированы 302 человека. Из них 44 в крайне тяжелом состоянии. Трое на ИВЛ. Больше тысячи лечатся на дому с легкими и средне-тяжелыми формами инфекции. Сообщается о трех летальных исходах. Около 600 молдавских семей, приютивших граждан Украины, получили единовременную помощь в размере 3,5 тысяч леев. А 12 тысячам, бежавшим от войны, выплатили пособие в 2200 леев. Финподдержку выделили две недели назад Всемирная продовольственная программа и агентство ООН по делам беженцев. Деньги перечисляются на карты, которые можно получить, зарегистрировавшись на страничке агентства по делам беженцев ООН. Формуляры можно заполнить на сайте допомога.gov.md. Банковскую карту можно использовать только на территории Молдовы. Ее принимают к оплате во всех магазинах страны. Семьи, приютившие беженцев, оформляют представители Всемирной продовольственной программы. Им помогают социальные работники и главы местных администраций, а также сотрудники неправительственных организаций. Напомним, Всемирная продовольственная программа взяла на себя с 1 апреля питание беженцев в государственных центрах размещения. До сих пор они поставили 104 тысячи порций горячих обедов. Всего в стране открыто 63 центра размещения, в которых на данный момент находится 3950 человек. Всего же в Молдове остается 96 тысяч беженцев. С начала войны в страну прибыло 377 тысяч, но большинство отправились в другие государства. Социалисты опротестуют в Конституционном суде закон об информационной безопасности, одобренный в первом чтении большинством ПДС. Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча заявил на одном из частных телеканалов, что проект противоречит демократическим нормам и фактически является цензурой, установленной властью. Закон, принятый в первом чтении, разрешает штрафовать граждан, размещающих в онлайн-сетях информацию, которую власти посчитают ложной. А служба информации и безопасности сможет блокировать онлайн-платформы или сайты, которые, по их мнению, дезинформируют общественность. Продолжение следует... 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 Закон об информационной безопасности был принят в первом чтении 7 апреля. Авторы проекта, депутаты ПДС, заявили, что посредством этого проекта они намерены бороться сложной информацией, которая, например, может породить панику и социальную напряженность, подстрекает к насилию или военной агрессии, пропагандирует терроризм враждебно-демократическим ценностям. Следить за всем этим будет служба информации безопасности, которая может потребовать от гражданина или юридического лица удалить опубликованную информацию. Сервичный будет иметь обязательство создать и имплементный системы направленных действий по обеспечению и контракару акций, которые, conform с концепцией секретации информациональной Республики Молдова, representают опасности на адреса секретации информациональной. Согласно законопроекту большинства ПДС, если гражданин страны распространяет или публикует новости или информацию в онлайн-сетях и других платформах, которые власти считают недостоверными, ему грозит штраф в размере 22,5 тысяч леев. В случае с юридическим лицом штраф составит максимум 60 тысяч леев. Соответствующие поправки будут внесены в Кодекс о правонарушениях. Согласно документу, СИП сможет блокировать сайты и порталы, которые, по мнению ведомства, пропагандируют дезинформацию. Закон также запрещает ретрансляцию или трансляцию аудиовизуальных программ, произведенных государствами, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, за исключением невоенных художественных фильмов и художественных фильмов и программ, произведенных в Европейском Союзе, США и Канаде. Внимание водители! Новые камеры видеонаблюдения за дорожным движением автоматически фиксируют и тех, кто не пристегнут, и тех, кто за рулем пользуется телефоном. За два месяца после установки системы выявлено свыше 52 тысяч подобных нарушений. С 10 февраля были сданы в эксплуатацию 23 новых наблюдательных поста, 18 из которых установлены на трассах национального движения в Еловенском, Унгенском, Хочешском и Новоаненском районах. Еще пять разместили в Кишиневе. Современные камеры фиксируют не только превышение скорости или нарушение разметки и проезд на запрещенный цвет светофора. Они замечают еще и не пристегнувшихся ремнем безопасности или говорящих по телефону водителей. У партии детства не знают камеры для монетаризации. Фиксируют все типы отключения. Регуломент circulации ротировки приведет экспресс, clar, что в период запрещения центра должна быть распределена. В то же время, не предупреждены на волне, чтобы проводить какой-то телефон. Всего за два месяца новые камеры зафиксировали около 44 тысяч водителей, не пристегнутых ремнями безопасности, и более 8800 водителей разговаривающих по телефону во время поездки. Письма с уведомлениями о нарушении штрафии будут отправлены на адрес автовладельца. Многие пытаются исчезать, но, как ими, аминзилия упрещают зафиксировали от контролененца, И одна из них даже и лечит, чтобы понять из-за чего, потому что мы все время пытаемся дать к знанию факта contravenциональной, которая была исключена. Мы показываем, даже в виде секвенции, где нужно, показываем пробу, позу, фото. Водители не должны оплачивать штрафы, если в момент нарушения и стёк так называемый срок давности, один год. Термин генерал для ответственности contravenциональной есть 12 километров, а не один год. В результате, в курсе 1-го года, мы пытаемся документировать contravenции, которые были фиксаны на интернете системы для монетаризации. В этот момент, мы делаем фильтры специалии, мы страдаем с тем, как более визище. Уточним водителям, которые не пристегиваются ремнем безопасности при управлении автомобилем, либо, говорят, по телефону в процессе вождения грозит штраф от 450 до 600 леев, плюс 3 штрафных пункта. В настоящее время на улицах Кишинева и на трассах национального движения работают 70 пунктов видеонаблюдения за дорожным движением. С территории детсадов Кишинева убирают автомобильные шины, которые использовали в качестве декора, а также для создания качелей и песочниц. Столичное управление образования, которое ссылается на мнение экологов о негативном воздействии резины на здоровье человека, собирается вывести и переработать больше 20 тысяч покрышек. Именно столько насчитали в дошкольных учреждениях города. Процесс уже начался. 112-й садик на Ботанике – классический пример тому, что можно сделать с отмотавшей свой век автомобильной шиной. Оформить песочницу, машину, вырезать лебедей, даже декорировать детскую площадку африканскими мотивами, установить резиновую пальму. Впрочем, все это делалось годами, учреждению уже 50 лет, и многое из установленного было необходимо. Согласно, в законном режиме, каждый терен для жителей должен быть separат. Которая группа должен быть свой спастие индивидуал, когда вы можете сделать свободу и прожить время в воздухе. Есть у него более легкий, чтобы сжать террор-ледежок с каучуком. Потому что с тем, что эти кутилажи для террор-ледежок, есть очень высокие ситуации. Если пьет, то есть 4-4 миллионов, чтобы прокурор вопсит и куда-то инсталлари. Территория учреждения, мягко говоря, не маленькая, около 2 гектаров. Конечно, чтобы ее разделить, нужно очень много шин. Здесь их порядка 600. Большая часть имеет практическое применение. Тем не менее, администрация детсады согласна от них отказаться. Проектом по сбору шин занимается столичное управление образования. Глава учреждения заявил, что покрышки в детсадах заменят на экологичные материалы. В последние половины лет, больше голосов в доме экологии обеспечных обеспечения охлаждения обеспечения обеспечения, Мы уже начали демонтировать и эвакуировать шины с целью дальнейшей переработки. Однако, чтобы сделать это, им понадобится помощь правительства. В Министерстве окружающей среды заявили, что расположенные на территории детских садов шины не вредят здоровью детей, а их utilizацией ведомство не занимается. Поэтому запрос будет перенаправлен. В формат статичный, она не представляет переработка. Она начинает представляет переработку на температуре очень высокое, 60-70 градусов. На данный проект из муниципального бюджета выделят до 800 тысяч леев. В Кишиневе насчитывается более 120 дошкольных учреждений. Автомобильные шины обнаружены на территории 95 из них. На сегодня все. С вами был Дин Руснак. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин